Аппаратное совещание После этого Сергей Морозов рассказал участникам совещания о своей встрече с руководством общественной палаты. Оно закончилось непосредственно перед аппараткой и принесло несколько кадровых изменений. Разговор прошел не только очень интересный и полезный, но я вынужден был отреагировать в том числе и на ту критику, которая была озвучена на этой встрече в адрес Министерства спорта. Поэтому сегодня принято решение после этой встречи освободить от занимаемой должности исполняющие обязанности министра спорта Пряникова и в ближайшее время определимся, где она будет работать и будет ли она работать в органах государственной власти. Изменения на этом не закончились. На прошлом аппаратном совещании губернатор объявил о том, что руководитель аппарата общественной палаты Сергей Терехин переходит на работу в Министерство молодежного развития. На должности замминистра он будет курировать проект «Россия – страна возможностей» и создавать единую молодежную организацию в регионе. На вакантное же место назначен экс-министр внутренней политики и руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Травкин. Вы все его хорошо знаете и он, несомненно, укрепит работу общественного сектора гражданского общества в Ульяновской области. Благо, что у него есть и жизненный опыт, и политический опыт, да и сам он человек очень беспокойный и интересный. От задач стратегических перешли к рутинной повестке дня. Сергей Морозов сообщил о решении провести трамвайную линию в микрорайон Юго-Западный. В спальный район до сих пор можно добраться только на маршрутке, а это создает существенные транспортные проблемы. Работы начнутся не раньше, чем в следующем году. Сейчас у дорожников другие проблемы и задачи. Подготовка к зиме. Только что выпал первый снег, ставший для коммунальщиков своеобразной генеральной репетицией. Прошедшие снегопады у нас выход по областным дорогам составил 111 техники. В сутки, в субботу буквально, когда у нас было наибольшее количество снега, 500 тонн песко-соляной смеси было рассыпано по областным дорогам. Каких-либо существенных нареканий по зимнему содержанию вот этот первый снегопад нам не преподнес. Не предпринесла зима в середине осени проблем с прохождением отопительного сезона. За прошлую неделю не зафиксировано ни одной нештатной ситуации. Губернатор напомнил о своем поручении обеспечить бесплатным льготным проездом всех школьников в общественном транспорте. Дмитрий Вавилин ответил, что в настоящее время этот вопрос активно прорабатывается. Глава области поставил задачу принять решение до конца осенних каникул. Пока школьники отдыхают от тягот учебы, агрария области завершает уборку урожая. На сегодняшний день завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, за исключением кукурузы на зерно. На сегодняшний день мы убрали урожай, составляет на сегодняшний день зернобовых и зернобобовых 1 млн 670 тысяч тонн. Средняя урожайность у нас по региону составляет 29,5 центнера с гектара. Также на сегодняшний день продолжается уборка технических культур. Оставшееся время аппаратного освещения было посвящено разбору обращений граждан. Житель Димитровграда обратился к губернатору с жалобом на работу детской поликлиники на проспекте автостроителей. Пройти необходимо к 8 специалистам. Но дело в том, что в данное время в поликлинике на втором этаже находится порядка 70-80 человек, включая и родителей. Дышать нечем. Окна откроешь, что будет сквозняк. Дети тогда простудятся. Некоторые родители стали создавать списки на прием в кабинет, как в 90-й магазин. А к кардиологу и эндокринологу нужно идти в последнюю очередь. И так далее. Одним словом, такой бардак. Разобраться в ситуации губернатор поручил руководителю Минздрава Рашиду Абдулову. Министр объяснил переполность поликлиники, прохождение медосмотра у школьников. Снимается целиком класс с образовательного процесса. Поэтому одномоментно заходят 30-40 человек. Мы это понимаем. Никто не будет половину класса снимать с учебы, отправлять на диспансеризацию, а другую половину там оставлять в классе. Сергей Иванович, ну я считаю, что не отработанных вариантов нет. Значит, надо несколько по другому пути идти. Вводи специалистов в школы. Все правильно. Будем это отрабатывать. В областном центре такая практика уже широко применяется. В Димитровграде ее внедрению мешает недостаток узкопрофильных специалистов. Однако, как заверил Рашид Абдулов, проблема будет решена повсеместно. Егор Тестов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда. Субтитры создавал DimaTorzok